Приветствую вас! Начну свой ответ я с простого вашего вопроса, где вы говорите о том, правильно ли вы делаете, что встретите и иногда не идете с ними в кафе с подругами. Да, здесь вы поступаете правильно, потому что ваши подруги ведут себя по отношению к вам достаточно агрессивно, то есть они действительно пытаются наведать вам, значит, свое мнение. Действительно, они пытаются вам как-то, значит, ну на вас как-то давить и так далее, чтобы вы были похожи на них. И, по моему мнению, это не более чем зависть, это не более чем такая вот, я бы даже сказал, может быть, скрытая зависть, то есть неосознаваемая зависть. Они говорят, что вы, например, значит, они говорят, что вы красивые, они говорят, что красивым любить не дано, и тем самым они, ну, может быть, даже не замечают того, что таким образом они проявляют зависть. Вот, значит, как научиться фильтровать то, что вы говорите, чтобы научиться фильтровать то, что вы говорите, можно понимать, тетка, для чего вы это говорите, то есть чем обусловлено ваше желание сказать что-либо, с чем оно связано, ваше желание что-либо сказать. А если вы говорите, например, для того, чтобы получить обратную связь, то это одно. Если вы говорите, чтобы поделиться эмоциями, которые у вас там, ну, которых у вас много, это другое. То есть нужно постараться понять, вот этот момент, нужно постараться понять, почему вы всем рассказываете что-то, для чего вы это делаете, какие у вас цели, и так далее, вот необходимо, необходимо, чтобы вы с этим разобрались. Это первое, второе, вы говорите о том, что, значит, у вас недавно произошел отход, да, вот, чувств, как вот вы сказали, и вы, значит, попытались мириться со своим молодым человеком, вот, но у вас не вышло, у вас не вышло это сделать, и вопрос заключается в том, почему, почему у вас не получил, не получил это сделать, то есть вы пытались, вы хотели, но у вас не вышло, почему, то есть для самой себя вам нужно определить, чего вы хотите в личной жизни, то есть хотите ли вы мужчины, не хотите ли вы мужчины, если хотите, то какого молодого человека вы хотите, и так далее, и так далее, и так далее, то есть нужно, чтобы вы, вот эти моменты для себя постарались определить, они очень важны, я даже больше скажу, они принципиально важны для вас, понимаете, и если вы, как вы говорите, хотите фильтровать то, что рассказываете, вот, своим, своим подругам и друзьям, ну, не начало, понимаете, что вами движут ваши желания, в первую очередь, в первую очередь, вами движут ваши желания, и только потом уже, значит, все остальное, значит, ваше желание нужно отделять, как бы одно от другого, ваше желание нужно отделять, понимать, что вам медвежит, и если вы поймете, что вам медвежит, вы научитесь более правильно удовлетворять свои потребности, тем самым не вступая в связь, значит, не вступая в негативную связь с людьми, с людьми, вот. Это то, что касается вот непосредственно данного аспекта. Почему люди говорят вам подобные вещи? То есть, почему они говорят вам, например, что вы должны с кем-то быть, что вам обязательно нужен парень и так далее? Потому что, не имея парень, стремясь к тем отношениям, которых желаете вы, тем самым ставите себя как бы поодаль относительно обществу. И это не нравится людям. Людям не нравится, что вы ставите себя как бы поодаль. Поэтому они пытаются активно затащить вас, вот как раз, ну, в свое общество. Это нормальная реакция, нормальная поведенческая тенденция для людей, которые находятся, ну, вот под определенными общественными стереотипами. Вот. Это совершенно нормально. Главное не понять, что люди представляют свою цель. Главное не понять, что люди обращаются не к вам, а люди обращаются к себе. То есть, они боятся, что вы станете не такой, как они, вы уже не совсем такая, как они. Это вызывает у людей страх. Всегда. Так всегда было, и так всегда будет. Именно, вот, как раз, стремление причинить человека своим каким-то идеям и так далее. Поэтому, не обращайте внимания на людей, которые думают о себе, а не о вас. Ищите себе новых друзей, которые будут уважительно к вам относиться. Вполне вероятно, что ваши подруги – это люди из детства, которые и воспринимают вас соответствующим образом. И, может быть, им не нравится, что вы, опять же, лучше их достоинства и в аспирантуе учите, да, и при высших образования у вас и так далее. Вот. Все это, естественно, не может не вызывать зависть у ваших подруг. Значит, вам нужно менять круг своего общения, круг своего взаимодействия, потому что текущий круг просто-напросто себе изжил. Люди, которые вас окружают, по крайней мере подруги, они не являются сторонниками тех ценностей, которые вы подвигаете. Это не их вина, это не ваша вина, это просто разные возгляды с людьми. Это нормально. Поэтому постарайтесь искать себе другой круг подруг, другой круг людей, знакомых. Скорее выбирайте себе друзей не по времени, не из детства, а по сфере вашей деятельности. Это будет куда-куда более правильным поведением, чем то, что вы сейчас делаете, чем то, как вы сейчас себя ведете. Не забывайте про свои желания, желания нужно правильно удовлетворять, ну и личную жизнь тоже нужно занимать четкую позицию в личной жизни. То есть, если вам нужен парень, то какой, если вы являетесь для него женщиной, то, соответственно, что вы можете ему предложить. А далее, почему у вас не получилось построить отношения с молодым человеком и так далее, в чем у вас были проблемы в эфире, нужно разбирать. Вот. Что касается того, что вы живете с родителями, то опять же здесь самое главное ориентироваться на себя. Если вас устраивает жизнь с родителями и вам все нравится, ну, значит, пусть так и будет. То есть, самое главное, чтобы нравилось вам. Если при этом вы чувствуете себя неловко, значит, вы не уверены в себе. И вот в чем вы себе не уверены, нужно разбираться с тем, чтобы повышать свою уверенность путем формирования и последующих достижения определенных задач. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!